Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. На стримах как раз появился такой молодой человек, подписчик, родом он из Хорватии. И попросил сделать карьеру за игрока, но с хорватской национальностью. Теперь у нас вот такой замечательный голкипер Иван Хорват. Почему выбрал именно такую фамилию? Потому что я посмотрел самые популярные фамилии в Европе. И именно Хорват в Хорватии самая популярная, как ни странно, фамилия. Вот такой у нас футболист получается. Кому интересно телосложение, я сделал ему самый максимальный рост. Вес примерно нормальный, такой не стал тоже максимально ему делать. Также длина рук плюс 7, пусть он будет у нас все тащить. Обхват руки плюс 7, обхват груди плюс 7, ширина плеч плюс 7 и толщина шеи плюс 7. Так что вот такой у нас охранник, даже такой телохранитель чей-то. Но будет у нас вот такой вот футболист на позицию, естественно, вратаря. Поэтому все, здесь мы все сделали. Движение там вообще ничего не стало изменить, поэтому давайте. Будет он у нас, естественно, вратарем. Я даже выбрал, что он будет именно обороняющимся вратарем. Поэтому все. Вот такой вот у нас замечательный голкипер Иван Хорват. Естественно, я сейчас тут имя подправлю ему, чтобы было как у всех. 17-летний футболист, 68, у него рейтинг. Кому интересно посмотреть на статы, то пожалуйста. Вот, что-то у него есть, что-то у него нет. Поэтому в какой лиге мы бы хотели начать? Я точно не начну уже в российской. Поэтому либо это серия А, вот, либо это Бундеслига. Но я бы хотел все-таки, наверное, в Бундеслиге. Не знаю почему. Она у нас, я вроде как посмотрел, все нормально. Я ее сделал там. Поэтому я думаю, что все у нас будет нормально. Посмотрел, что все команды в хорошем состоянии. Надеюсь на это. Поэтому надеюсь, что карьерка вам зайдет. Посмотрим на ваш фидбэк. Вот. И мне сейчас просто интересно, в какую команду из Бундеслиги мы попадем. Естественно, она будет сейчас слабенькая. Вот. Но в любом случае это интересно. Также сложность я поставил легендарную. Чтобы нам тоже жизнь маслом не казалась. Посмотрим. Посмотрим. Итак, вот она прошла, наша загрузочка, подгрузочка. И Арминия Белфелд. Вот за такую команду мы будем теперь выступать на позиции вратаря. Вот. Иван Хорват. Кто знает, тот знает, что многих. Так она серьезно? Ну-ка, вот я сейчас проверю. Сведения о моей команде. План игры. Ну, почему-то здесь, кстати, тренер Нью Хаус. Вот. Какой-то. Вот. Ну, команда, как вы видите, то есть нормальная. Сейчас сведения о команде. Даже я зайду просто проверить. Именно Бундеслигу мы пробежимся сейчас. Баруся Дорнон. Как видите, здесь подставу, да. Это не та Арминия, которая вот у нас в других карьерах. Кто знает. Немножко патч полетел. Вот. И Баруся Дорнон у нас расформировалась. Там вся Бундеслига полетела. И Арминия Билдфилд, как раз вот эта вот команда, у нас была как раз и Баруся. И она постоянно либо Европу там выиграла, все такое. Так. Ну, теперь основные параметры, вот. Чтобы вы понимали, я реально играю на легенде. Пять минут будем играть в матчи в системе. Там евро, вот это все. Поэтому сейчас только вот изменю. А имя здесь, ну, вот так. Поставим Иван Хорват. Я не знаю, там надо пробел или нет после инициалов. Вот. Поэтому вот такой вот у нас теперь. Сейчас мы глянем, надо или нет. Соединяем моей команды еще раз. Да, все-таки надо пробел. Ну, давайте сейчас еще зайдем. Пробел сделаем. И начнем уже нашу карьеру за братаря. Так. Нам приходит сразу же сообщение. Я к вашим услугам. Все такое. Желаемый номер. Да. Желаемый номер. Кто там под первым номером-то у нас? Ортега Морена. Вот. Давайте мы также вообще клуб-то наш посмотрим. Наш план игры. Ой. Ну, у нас 68-й. У нас есть конкурент. Ортега Морена. 74-й рейтинг. Есть и Линер. Вот. То есть, 4 голкипера у нас в команде. Да. И один я из них. То есть, я вообще на третьем месте из 4-х иду. Вот. Поэтому я не знаю, стоит ли мне предпочитаемый номер запросить. Ну, так-то я играю по 12-м. Не сказать, что это прям такой классный номер. Я бы мог вообще там какой-нибудь 999-й поставить. Все такое. Вот. Линер 34-й у нас. Еще один голкипер. Другой 33-й. Я бы единичку давайте попробуем забрать. Не знаю, получится вообще или нет. Вот. А у нас сразу же игра. Матч за суперкубок Германии. Играем против Баварии. И мы в стартовом составе, друзья. Вот. Поэтому вот такой симпатяшка у нас. Почему бы и нет. Напишите мнение, как он вам. Вот. Все. А сейчас мы, естественно, что там по новостям? Ничего? Не пишут. Нет. Поэтому мы готовы. Играем на легенде. Вот. Впервые мы сыграем за вратаря. Ни разу я не играл. Вот. Поэтому для меня это впервые. Напишите обязательно в комментариях, как играть. Потому что посмотрим сейчас в любом случае, как это управление. Все такое. Итак. Замечательный стадион. Konami Stadium. Суперкубок Германии у нас. Армения против Баварии. И посмотрите, какой 17-летний парень, а. 12-й номер. Мы выходим из-за трибунного помещения. Естественно, мы самые высокие здесь. Даже номер нам. Просто до свидания. Ну, посмотрим вообще, как это все. Ой, а это мне мешаться не будет ли? Ну, теперь полное здесь включение. Мне самому интересно, потому что надоело уже немножко за нападающего-то играть. Поэтому давайте карьеру за вратаря теперь попробуем. Посмотрим, как вообще зайдет она вам или нет. Так. Спокойно. Отлично. Первый сейф у Хорвата. Ну и пропустили. Но все-таки перед самым перерывом. Кто это? Ливандовский? Роберт Ливандовский забивает. Ну, что я здесь вообще мог сделать? Ливандовского никто здесь не держал. Здесь Мюллер потолкался с ним. Вот. Я стоял, на самом деле, вот на позиции. Да, вот здесь немножко ему угол открыл. Да, но почему вот у него руки самые длинные сейчас? И он не потащил. Я нажимал, что в ту зону. Ну, не знаю. Напишите в комментариях, как там. Что надо делать. Ну, вот не додержали мы. Нулевой вот этот счет. И все. Минимальное поражение в Суперкубке Германии. Я, на самом деле, доволен, как мы отыграли. Потому что у нас было два сейва. Всего лишь один удар от Ливандовского. И все. Поэтому, как вы видите, три удара в створ. Один гол мы только пропустили. Значит, два сейва я сделал. Лучшим игрокологом стал Ливандовский. У меня оценка 5,5. Можем личные игровые записи посмотреть. У меня шесть пасов. Четыре успешных. Средняя скорость откуда-то 5 километров. Вот. Два сейва мы сделали. То есть, замечательно. Тот же Ноер вообще ни одного сейва не сделал. Поэтому мы даже лучше, чем Ноер отыграли. Тоже здесь недоработка. У Преволюшн. Если бы я бы даже насухо отыграл бы этот матч, почему бы не показали бы его здесь. У вратарей. Добавили бы такую плашку, как матч в сухую. Нет, здесь они решили этого не делать. Итак, Алабас. Здесь с нами кулачок отбил. Вообще, замечательный молодой игрок. Хорват. Восходящая звезда. Вот. Ваш предпочитаемый номер. Нам его не дали. К сожалению. Так, а что там про сборную Хорватии? Нас не вызвали. Сборную Хорватии. Но ничего. Так, у нас игра здесь сразу же, да? Практически сразу. Через недельку. Тут примерно против Вольфбурга. Итак, мы сегодня, кстати, в старте. Поэтому Армини на стадионе Шухо. Или, ну, не знаю, как это вообще, Шухо какой-то. Вот. Шухо-Арена. Мы играем дома против Вольфбурга. Первый тур Бундеслиги. Вот. Кому интересно состав Вольфбурга, на наш посмотреть. Вот у них Кастерс 80-го рейтинга. Бабу он есть, поэтому. Посмотрим. Посмотрим, как мы сегодня отыграем. Надеюсь, получится на сухарь. Армини против Вольфбурга. Поехали. Итак, Армини против Вольфбурга. Интересно, у нас сегодня ожидает матч. Поехали. Так, ну, опасненько, опасненько. Ну, и как вот это вообще было сейчас? У меня нет такой реакции, как действительно у вратарей. Мехмеди нам забивает. 34-я минута. Вроде бы здесь, да, где-то может быть моя ошибка. Но все равно, как вот пропустили защитники. Развернул и все. И что вот это вообще было сейчас за мув у вратаря? Сейчас мы глянем с вот этой камеры. Вот, дает передачу. Я понимал, что он будет разворачиваться. Пробил. И на стик я сдвинул. Но нет. Мы опять проигрываем. Единственный сейв, скорее всего, у нас сейчас будет в матче. И все, заканчивается у нас матч против Вольфбурга. Наш первый матч в Бундеслиге. Мы проигрываем. Мехмеди забивает единственный мяч в сегодняшней встрече. Все на этом. Глянем сейчас сколько... Вот, вообще ни одного удара Армения просто не может нанести. Один сейв был у меня. Оценка 5.0. Месси удостоен награды лучшей футболисты Европы. Итак, сегодня мы включены в заявку. Играем против Вердера. Они тоже проиграли. Но они идут прям вообще ниже всех наших, наверное, ожиданий. Так. Ну да, практически они... Ну тоже они 1.0 проиграли. Много таких команд, кто там по 1.0 в первом туре проиграли. Поэтому мы одни из них. Ну и сейчас я не знаю, сможем ли мы победить или нет. У них Павленко на воротах. Вот. Ну главное, что Нью Хаус дает нам все-таки игровое время. Доверяет нам. Поэтому Вердер против Армении. Поехали. Итак. Вердер против Армении. Второй тур Бундеслиги. Ну там я на фоне сейчас пробежал. Ну что же, сейчас мы приезжаем в замечательный город Брэмин. И обе эти команды, и Вердер, и Армения потеряли очки в первом туре, проиграв со счетом 1.0. Итак, наш первый сейв за матч. Отлично. Отлично. Вот этот момент был очень сейчас опасен. И мы потащили. Класс. Он, кстати, пробивал. Который раньше за Аякс, если я не ошибаюсь, за Эвертон еще играл. Ну вот. Хотя бы мы рядом были с этим местом, где мяч летел. Но все равно. Сейв есть сейв. Отлично. И все-таки мы пропустили. Здесь я сам понял, что да, здесь надо было выходить. Иначе он поздно вышел. Осака забивает. Ну вот снова посмотрите на этот момент. Вроде мы идем в атаку. Нет обрезов. И вот опять одной передачей отрезает защитника. Вот здесь да, мне надо было раньше, естественно, выходить. Но обидно. Вот это вот прям обидно. Да, вот это вот моя ошибка. Но понял. Понял, как дальше вроде играть. И снова второе уже поражение в Бундеслиге. Третье уже в нашей карьере. Снова минимально 1.0. В этом матче мы хотя бы и сейвы там делали более-менее хорошие. У меня оценка 6.0 даже. Вот. Один сейв я смог сделать. Поэтому, ну, стараться надо и стараться. Я не знаю. Либо уже сразу переходить в другую команду. Рейтинг я вообще не знаю, как нам тут повышать. У нас же есть, да, точно, тренировки. Поэтому я не знаю, зачем мне. Лично мне. Выносливость. Поэтому давайте способности вратаря. Так. Тренировка способностей. Давайте глянем, здесь есть ли вообще. Да, там что-то были для вратарей. Низкий удар с рук. Высокий удар с рук. Дальний бросок. Убийца. Пенальти. Всякие. Такие. Поэтому давайте чуть попозже мы это сделаем. Низкий удар с рук. Да, давайте вот так сделаем. Потом, если что, вкачаем. Но это очень долго, поэтому в любом случае потом. Чуть-чуть потом. Так, нам приходит сообщение. Сегодня нас не включили ни в стартный состав, ни в резерв. А у нас игра против Майнца. Они, кстати, победили. Вот. А, это Куба Германии даже был. Но Армения прошла в дополнительное время. Поэтому, ну да ладно, это не страшно. Мы будем играть, хо-хо, с Баварией. С Баварией будем и играть. Итак, очередная игра в Бундеслиге. Мы сегодня в старте. Играем против Унион Берлина. Они идут даже ниже нас. Поэтому, ну я надеюсь, что сегодня мы хотя бы сможем один матч в сухую отыграть. И хотя бы победить в каком-нибудь из этих матчей. Так, у них есть Макс Круз. Вот, 82-й рейтинг у него. У меня все так же 68-й. Ну что же, Армения против Униона Берлина. Поехали. Итак, Армения на домашнем стадионе против Униона Берлина встречается. Мы заряжены. Поехали. И все, заканчивается матч. Первый для нас сухой матч. Конечно, не первая для нас победа сухая. Но все равно первая заработанная нами очко в матче против Униона Берлина. Вот, у них даже и удары были. Так что не надо мне здесь говорить, что там Унион даже не бил по воротам. Вот, два удара, один створ. А у меня даже вот как раз и один сейф был. Поэтому здесь я уже не знаю, что говорить. Армения просто не умеет атаковать. Хоть она и владела 60% временем мечом, но все равно. Ни одного забитого. Только вот два пропущенных. Мы опускаемся на 15-ю строчку. Итак, сегодня у нас стартовый. Мы в стартовом составе. Сегодня у нас, ну, это ключевая. Одна из ключевых игр. После как раз матча с Баварией. Играем против Шальки. Играем на выезде на Уэлтинс-арене. Посмотрим, посмотрим. У них практически такой же голкипер, как и мы. Наверное, чуть по возрасту, естественно, другого. Ну, а так. Интересный, конечно, и у Шальки состав. Шальки против Армении. Поехали. Итак, Шальки против Армении. Мы впервые играем на лицензионном стадионе Уэлтинс-арена. Очень симпатично это все, конечно, выглядит. Болельщики, Газпром, надписи вообще замечательно. Отлично. Первый сейф в этом матче. И отлично. Как на опережение-то сейчас отыграли. На перехвате. Харид на подаче. Опять кулаком выносим. Ну, вы серьезно. Вы просто посмотрите, как это было вообще сейчас. Что-то с этим сделать. Мяч катится. Я нажимаю на то, чтобы голкипер выходил. А он не стал даже выходить. Знаете почему? Потому что компьютер подумал, что этот мяч должен взять защитник. Ну что же, и все. Финальный сесток. На 95-й минуте пропустить. Причем, я бы не сказал, что здесь моя даже ошибка была. Это просто управление про Эволюшн Сокер. Шесть от них ударов было. Три в створ. У меня оценка 5-0, естественно. А сколько я сейф сделал? Один сейф. Пять ударов. Два в створ было. Вот. Один залетел. После этого поражения мы опустились уже на 16-ю строчку. Так. Нас сегодня не берут даже на матч. Наверное, после вот этого курьезного гола на последних минутах. Поэтому мы вот так вот быстренько заканчиваем. Мы проиграли Фрайбургу. 4-1. Ладно, хотя бы те матчи мы по 1-0 проиграем. Тут 4-1. Почему атака у Арминии в этом матче хотя бы сыграла? Один мяч смогли забить. Мы стабильно на 16-й строчке. Вот. У меня все так же 68-й рейтинг. Поэтому все. Сегодня мы заканчиваем этот выпуск. Ребята, напишите свое мнение о этой карьере. Напишите, пожалуйста. Вот буду вам очень благодарен. Каким-нибудь лайфхаки, управление, что-нибудь подсказать. Потому что дальше вы посмотрите, какие, кстати, матчи. Байер, Бавария, Парусин, Минхен, Гладбах. Просто нереальный. Причем с Байером мы еще и в стартовом составе. Поэтому, ребят, надеюсь на вашу поддержку. В виде лайков, в виде комментариев, в виде просмотров. Поэтому, как вы будете смотреть, отсюда я и посмотрю, будет ли жить дальше эта рубрика. Поэтому, с вами был Андрей. Это канал Футбол, это жизнь. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. До новых встреч, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok